Заезжай! Огонь! Около деревни Масленко снова звучат выстрелы, но беспокоиться по этому поводу не стоит. Всё дело в том, что на огневом рубеже сотрудники МВД, которые приехали на всероссийский чемпионат по стрельбе и стабильного оружия. Всего 70 команд или 535 человек. Самое главное здесь это точность и меткость, но как и везде есть свои нюансы. Стрельба это и есть стрельба. Здесь не угадаешь, кто выиграет, кто победит. Можно быть хорошо готовым и в то же время проиграть. А можно и наоборот. Быть очень плохо настроенным, но в тот же момент выиграть. Это стрельба. Это стрельба. Она не предсказываема никогда. Владимир сегодня стрелять не будет. Он контролирует свою команду и настроен на хороший результат. За плечами огромное количество часов, проведенных на стрельбищах во время службы. Владимир признается, что стрелять по человеку не приходилось. А это значит, что все операции, в которых он участвовал, были хорошо спланированы. А вот Сергею из Кемерова стрелять по живым мишеням приходилось. Правда, только в случае самообороны. Да и то по дикому животному. Сегодня он доволен своим результатом. Победить всегда охота. Будем стараться. Может быть и победит кто-то в личном за счете. Муж команды. Девочка у нас тоже неплохо должна выступить. Раньше Кемеровская область была сильная в стрельбе. Ну, сейчас маленькая. Будем стараться как бы победить. Если бы не победить, зачем тогда приезжать? На стрельбище сегодня только мужчины, которые будут стрелять из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Из пистолета стреляют стоя. За 10 минут нужно отстрелять 10 патронов. Самое главное поразить мишень как можно точнее. Представительницы прекрасного пола будут показывать свои навыки обращения с табельным оружием уже завтра. Традиционно Красноярск силен. Они в прошлом году были чемпионами и в позапрошлом году были на пьедестале. По второй группе ваши земляки Владимирские. Они бессменные лидеры. И за что мне очень приятно. Пока это только предположения. Смогут ли Владимирские полицейские показать высокий результат будет известно только 15 сентября. Никита Каргаев, Константин Миронов, Дмитрий Журавлев. Шестой канал.